А вы знали, что известная КПТ-8 больше 30 лет и появилась она еще в СССР? С процессорами ее тогда никто не использовал. Наиболее простой термопастой является смесь графитового порошка, к примеру, из обычного карандаша типа конструктор М, натертого на наждачке нулевке, и пары капель бытового минерального смазочного масла. Всем привет, на связи МК. Мы продолжаем развенчивать мифы о различных компьютерных комплектующих, и в этот раз речь пойдет о хладомазе. Она же термопаста. Мифов с ней хватает по одной простой причине. Не все понимают, для чего она нужна и какие функции выполняет. В этом видео 9 мифов о термопасте. Термопаста может помочь охладить ваш проц, но точно не охладит вашу пятую точку, если вы будете постоянно проигрывать. А чтобы всегда бить в цель, есть игровая мышь HyperX Pulse Fire Surge. Тут и RGB-подсветка, и топовый оптический сенсор Picard 3389 с разрешением 16000 точек на дюйм, и надежные переключатели Amron, выдерживающие 50 миллионов нажатий. Отличное софт-тач покрытие и идеальное скольжение прилагаются. За две недели теста только положительные впечатления. Если ваша задача побеждать, и у вас не гигантская клешня, Пульс Fire Surge вам подойдет. Ссылка в описании. Первый миф. Термопасту на крышку процессора нужно обязательно наносить крестиком, кружочком или квадратиком. Цель термопасты – эффективно передать тепло от горячего процессора или видеочипа к радиатору кулера, чтобы тот его рассеял. При этом теплопроводные свойства термопасты ощутимо меньше, чем у большинства металлов, но все же гораздо выше, чем у воздуха. Отсюда вытекает простой вывод – наносить термопасту нужно тонким ровным слоем без пустот. Очевидно, что всякие художества на крышке процессора этого могут не обеспечить. Например, банальная капля в центре может оставить края CPU неприкрытыми, потенциально уменьшая площадь, с которой может забираться тепло, и тем самым увеличивая температуру камня. Про всякие кружочки, квадратики и прочие произведения искусства и говорить нечего. Могут получиться пустоты вообще в центре крышки. А вы будете долго гадать, почему ваш процессор под мощной башней с дорогой термопастой греется до сотни градусов. Так что, если хотите избежать проблем с этим, найдите ненужную кредитку или другую пластиковую карту и аккуратно размажьте термопасту тонким слоем по всей крышке. Долго, скажете вы? Ну, зато не придется вновь разбирать ПК из-за перегрева, дабы уже нормально нанести холодомазь. Второй миф. Дорогая термопаста позволит сэкономить на охлаждении. Как я уже сказал, цель термопасты эффективно передать тепло от крышки и CPU радиатору кулера. Да, разумеется, дорогие термопасты с более высокой теплопроводностью будут делать это лучше, но они никак не помогут охладить горячий камень, если не справляется сам кулер, так как именно последний отвечает за охлаждение. Поэтому, увы, но Arctic MX4 не поможет боксовому кулеру охладить Core i9. Сей кусок алюминия быстро нагреется и процессор начнет троттлить. Поэтому в любом случае берите охлаждение, максимальный уровень рассеянного тепла которого выше TDP вашего процессора. Третий миф. Термопасты – это мировой заговор. Что у процессора, что у кулера, контактные поверхности ровные. Поэтому хладомазь не нужна. Гладкие они только для наших глаз. А вот под микроскопом они будут похожи на типичную российскую дорогу всю в колдобинах и ямах. Поэтому если не использовать термопасту, то площадь контакта подошвы кулера и крышки процессора будет ощутимо меньше последней, а в пустотах между ними будет скапливаться воздух с очень низкой теплопроводностью. Термопаста для того и нужна, чтобы заполнить собой эти полости, ведь она передает тепло куда лучше, чем воздух. Разумеется, если у вас стоит какой-нибудь селерон под мощным суперкулером, то скорее всего даже небольшой площади контакта действительно хватит, чтобы охладить процессор. Но если мы берем реальные системы, то термопаста нужна в обязательном порядке. В противном случае вы рискуете получить под сотню градусов на CPU даже на рабочем столе. Я не смог ее смыть, поэтому продолжаем. Четвертый миф. Дорогие термопасты не нужны. Я всю жизнь использую КПТ-8 и проблем не знаю. Все очень сильно зависит от процессора. Если у вас простой чип с двумя-четырьмя ядрами и низкими частотами, то поток тепла через крышку будет низок, и даже различные графитовые смазки вполне справятся с поставленной задачей. Но если мы берем различные Core i9 или Ryzen 9, которые имеют реальные TDP под нагрузкой нередко больше 200 Вт, неэффективная термопаста просто не сможет передать такой поток тепла с крышки на радиатор, из-за чего CPU будет греться больше. Вот и получается, что в случае с дешевыми кулерами дорогая высокоэффективная термопаста не поможет, а в случае с мощными системами охлаждения дешевая термопаста все испортит. Насколько сильно? Разница может составить до 5 градусов. Конечно, в играх это не критично, но, например, в рабочих задачах процессоры нередко могут греться до 90 градусов, и тут такая разница может быть фатальной. Так что, если учесть, что разница между громовыми шприцами с дешевой и дорогой термопастой нередко составляет всего несколько сотен рублей, при сборке дорогого ПК уж точно не стоит экономить на хладомазе. Миф номер пять. Термопаста — это прошлый век. Нужно мазать жидкий металл. Безусловно, жидкий металл крут. Т-1000 не подвержен механическому разрушению. Его поврежденные части быстро восстанавливаются, а огнестрельное оружие и взрывчатые вещества против него оказываются бесполезными. А нет, это не оттуда. Термоинтерфейс из жидкого металла плавится при температуре ниже комнатной, из-за чего вы в прямом смысле того слова можете держать в руках расплав. И, разумеется, его теплопроводные свойства нередко на порядок выше, чем у лучших термопаст. Получается, что и температура процессора с ним должна быть ниже. Не совсем. Жидкий металл действительно снижает температуру там, где нужно передать большое количество тепла с маленькой площади, например, с кристалла процессора на крышку. Поэтому скальпирование процессора с терможвачками под крышкой и замена на так называемый пластичный термоинтерфейс из жидкого металла действительно имеет смысл. Площадь кристалла CPU в несколько раз меньше площади крышки, а передать нужно нередко пару сотен ватт тепла. Поэтому в таком случае жидкий металл с крайне высокой теплопроводностью может снизить конечные температуры процессора нередко на внушительные 15-20 градусов. А вот просто втирать жидкий металл в крышку процессора смысла мало. В сравнении с хорошей термопастой вы выиграете от силы 1-2 градуса. Почему? Все просто. Сама крышка процессора достаточно большая, и снять с нее те же пару сотен ватт гораздо проще, чем с небольшого кристалла. И в таком случае с передачей тепла отлично справляется и термопаста. Жидкий металл оказывается избыточен и даже вреден. Почему вреден? Во-первых, жидкий металл отлично проводит ток. Так что если вы при его нанесении случайно капнете на плату, или он выдавится из-под радиатора и попадет в сокет, вы в лучшем случае пойдете за новым CPU, а в худшем еще и за материнкой. Во-вторых, жидкий металл химически активен. Одна его капля всего за сутки может превратить прочный алюминиевый радиатор в труху. Вы в прямом смысле слова сможете крошить его пальцами. С медью процесс схож, но идет гораздо медленней. Однако в течение года вы скорее всего увидите, что температуры процессора снова выросли, а сняв радиатор заметите следы черного сплава на медном основании вашего кулера. Поэтому использовать жидкий металл можно только в прошлом, чтобы убить Джона Коннора, и с кулерами, имеющими никелированное основание. Никель никак не реагирует с Индием и Галлием в составе этого термоинтерфейса, поэтому даже через несколько лет никаких проблем с температурой и прочностью кулера у вас не будет. Миф номер 6. Термопасту нужно менять раз в год. Обычно полный совет выглядит так. Раз в год нужно очистить компьютер и менять термопасту. И кочует он из блога в блок на протяжении уже второго десятилетия. И если первая часть совета действительно имеет смысл, за год компьютер может запылиться, то вторая бессмысленно с современными термопастами. Все дело в том, что даже дешевые хладомази нередко остаются жидкими на протяжении нескольких лет. А те же известные Arctics MX4 или Nocto NT-H1 не теряют своих свойств и по 5 лет. Поэтому, сняв радиатор спустя год после сборки ПК, вы скорее всего увидите термопасту в том же виде, что и год назад. И совет тут прост. Менять термопасту стоит только в том случае, если температура CPU или GPU выросла, а чистка радиатора не помогает. В профилактической замене хладомази каждый год смысла никакого нет. Седьмой миф. Термопасты, идущие в комплекте с кулерами плохого качества. Их нужно стирать или выкидывать. А в данном случае сложно сказать, откуда идет миф. Возможно, из моей головы, а возможно, его придумали разочарованные пользователи, купившие дешевые бруски алюминия с нанесенной термопастой в пару к горячим Core i7 или Ryzen 7 и получившие в результате высокие температуры при работе. Однако, как я уже объяснил, термопаста на крышке не способна сильно влиять на температуру CPU, поэтому винить в данном случае стоит именно плохой кулер, а не некачественную хладомазь. Что касается качества комплектных термопаст, то обычно они соответствуют уровню кулера. Очевидно, что к простому народному Gamax 200T никто не поставит в пару 16-ядерный Ryzen 9 5 950X, а такой же народный Ryzen 3 3100 не настолько горячий жорис, чтобы недорогая комплектная термопаста играла тут хоть какую-нибудь роль. Миф номер 8. Термопаста в шприце густая и плохо мажется. Наверное, она низкого качества или плохо хранилась, и использовать ее не стоит. Видимо, такие советы дают люди, всю жизнь использующие КПТ-8, которая действительно достаточно жидкая. На деле в термопастах используются различные оксиды металлов, например, цинка или алюминия, и связывающие их масла с низкой испаряемостью. И, разумеется, от концентрации входящих веществ сильно зависит получаемая вязкость термопасты. О, она такая прям густая. Ммм, термопаста неплохая на самом деле. Так что на деле густая или плохо мажущаяся хладомазь вовсе не является плохой. Просто ее производитель выбрал такой состав. Причем нередко такие термопасты оказываются более энергоэффективными, чем более жидкие, потому что в них меньше плохо проводящих тепло масел. Так что главное нанести термопасту правильно, не бросив процесс на полпути. Зачем нужны термопасты за несколько сотен рублей, когда есть зубная паста Аквафреш за полтинник? О, это зубная паста, о которой не говорил только ленивый. И ведь она частенько работает. Даже у нас в обзоре RTX 3080 температуры с ней оказались сравнимы с заводской термопастой на далеко не самой дешевой видеокарте линейки Asus TUF. Так почему же зубная паста действительно работает? Все просто, потому что в ней содержится ментол. Шучу, конечно. Она, как и любая термопаста, заполняет собой неровности. При этом вода в ней, очевидно, проводит тепло гораздо лучше воздуха, а ее теплоемкость вообще близка к рекордной. Поэтому зубная паста действительно может показать себя на уровне неплохой термопасты, но только до тех пор, пока не испарится вода. А произойдет это при рабочих температурах в 60-80 градусов максимум за сутки, и в результате зубная паста превратится в зубной порошок, теплопроводные свойства которого крайне сомнительны. При этом масла в термопастах, очевидно, куда более долговечны. Так что да, в кратковременных тестах зубная паста действительно тащит. Но уже через несколько часов вы поймете, что экономить на термопасте не стоит. Как видите, мифов о термопастах хватает. Я надеюсь, развеял основные из них. Если вам понравился ролик, обязательно влепите лайк. Это лучшая оценка нашей работы. Подписывайтесь на канал Мой Компьютер. В описании будет ссылочка на наше сообщество ВКонтакте, где вы можете читать ежедневно самые интересные IT-новости, а также зайти в наш магазин готовых сборок ПК и, возможно, что-то для себя присмотреть. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok